Дарья показывает переписку с незнакомцем. Мужчина вместе со своим другом на машине без номеров встретил ее у университета и попросил в долг 10 тысяч рублей. В качестве залога оставил запечатанную коробку с наушниками и пообещал, что на следующий день вернет деньги с процентами. А почему ты им поверила? Ну, потому что они показали мне два своих счета, они правда были заблокированы, там действительно были деньги. Ну, еще в качестве залога оставили подсадку, дали сам номер телефона, сходила, сняла в корпусе СГУ, отдала им десятку наличка. И это просто по телефону все остальное было. Они как бы уехали, ну, как сказали, в Санкт-Петербург. Они потом начали говорить, что там какие-то налоги, потом справку какую-то заказать, там еще что-то оплатить надо, и так получается, так понемногу-пенугу. Они давали даже инструкции, как взять некрозайн, он сказал, что мы опять же все вернем в двойном размере и так далее. И я отдала где-то около 84. Через несколько дней мужчина перестал выходить на связь. Девушка, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный из Вольска. Сотрудники милиции доставили меня по поводу, что я у девушки занял деньги 80 тысяч рублей. Под каким предлогом спрашивали? До дома доехать. До какого дома? До Санкт-Петербурга. А вы сами откуда? Как я, у Свойска. Ранее судимы? Ранее. Но примирение у меня было двухсторонним. Двухсторонним? За что? 30 тысяч тоже просил дома. Вернули и на вас явление написали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса России в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Если незнакомые люди пытаются заговорить с вами на улице, не соглашайтесь на их просьбы и предложения. Ни в коем случае не передавайте, не перечисляйте денежные средства по их просьбе. Если вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шанс установить личности злоумышленников по горячим следам. Будьте бдительными. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.